Ну а что же те, о ком косвенно упомянул президент? За ситуацией на месте транспортной блокады следит Руслан Смещук. У него узнаем последние новости. Руслан, приветствую тебя. Скажи, как прошел у вас день? Алексей, добрый вечер. На данный момент наблюдается некая стабилизация ситуации с торговой блокадой. Уже второй день обходится без стычек и стрельбы блокирующие. Не пытаются устанавливать новых редутов. Соответственно, правоохранители тоже никого не задерживают. Вот сегодня мы побывали на железнодорожном узле в районе Кривого Торца. Он продолжает находиться под усиленной охраной нацгвардейцев на новейших броневиках «Спартан». Периодически там проезжают маневровые составы и электрички, которые следуют исключительно на подконтрольную территорию. Я обходил, электричка так не ходит. Нормально. Никто не мешает, никто ничего. А вонтажник? Нет, вонтажник не ходит. А электрички, они куда направляются? Сфинольной и туда, в сторону Славянска. То же самое нам подтвердили и местные жители. По их словам, железнодорожный узел практически остановился. Вообще не ходят. Электрички ходят поездами. А раньше вот как часто они ходили до всех этих действий? Да, ну, довольно часто. Минут 10 каждый поезд. Ну и хочу добавить, что все дороги и подъезды к железнодорожной станции также находятся под усиленной охраной полиции и нацгвардейцев. Особенно пристальное внимание уделяют автомобилям с неместными номерами. Например, нас на отрезке в 5 километров останавливали 4 раза. Каждый раз проверяли документы. Ну а местным жителям проще. Их досматривают не так тщательно. Если пешком идем, никто нас не трогает. На машине проезжаем, ну, посмотрели. А если местные уже знают нас, тут уже никто нас не трогает. Похоже, правоохранители опасаются, что участники блокады могут попытаться восстановить на этой ветке редут. Поэтому и введены такие жесткие, даже для зоны АТО, меры предосторожности. Студия. Спасибо вам. Руслан Смещук был с нами на связи с Востока Украины.